Расскажи, Володя, куда мы приехали? Мы неналеко от Потеряевки, за братом Андреем Смирнягином, там еще и Иосиф строится на поле, у Игоря Барбаша. Это у нас называется Южный пруд. В этом году тут все лето трудились, приезжали на крещение братья, другие там кто приезжал, тоже трудились. Много было спины на деревьях, и началось где-то около 300. Да? Нет, 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 я сейчас, сейчас я заеду скоро. Мне же вас сильно беспокоиться, надо там. Сегодня завтра в Барнову уезжают Игорь Барабаш и с ним отправить какие-то такие вещи. И вот, и работали. Здесь я вначале только работал с братьями. Здесь была вода стояла, ну, может, с полметра примерно так глубиной, может, побольше. Мы здесь обводной канал делали, еще этот, Виталий Калиников, когда приехал, первые дни мы здесь с ним копали. Жижа такая была, очень тяжело так было, напряженно. А потом, когда Игорь Ильич приехал, сказали люди подъезжать, братьев много стало подъезжать на крещение и вообще так посмотреть нашу жизнь. И вот они помогли очень сильно в этом отношении. Повытаскивали деревья, пораспилили. И вот Игорь Ильич, значит, бульдозер нанял, бульдозериста. И вот он все это углублял. То есть почва здесь оказалась твердая. Тут вода наберется? Как Бог даст. Еще никто не знает, как что будет, как она будет поступать. То есть вон там промыв оставили, вон там нижняя точка, вон, если видишь. Чтобы оттуда спалить, чтобы шла вода. Ну и здесь вот Игорь Ильич сказал, что он сделал. Там с той стороны тоже идет эта высота. Тоже он там промыв с правой стороны, с левой, с правой. Увидим. А здесь вот у нас мы выкопали в конце уже специально сток воды. Чтобы если когда пруд будет наполняться, чтобы не размыло эту дамбу, чтобы вода уходила. Это мы сейчас на дамбе стоим? Да, мы сейчас на дамбе уже, да. Вот еще пеньки до сих пор остались, которые деревья тут растут. Их много было очень сильно. Да, работа большая произведена. Да, и Игорь Ильич говорит, это самый красивый, ну на самом деле такие есть деревья кругом. Обычно там у нас деревьев-то нету, кустарники одни. А тут березняк, осинник. То есть вода когда наполнится, он красивый этим. Ну будет ли это? Это все в божьих ручках. В зависимости от того, сколько снега еще будет. То есть если снега много будет, то здесь мы с братьями трудились. Может вот здесь пообойтись. Мы даже щепку оставили. Мы ее потеряли, она здесь лежит. Это слив, да, у вас? Да, слив. То есть пол пропитан отработкой. Стенки тоже отработкой все. Это сороковка доска. Там внизу сделаны эти влаги. К ним это все прибито. И это распорки сделаны. Сейчас только вода нужна. Да. А тут вода всегда стояла, да? Стояла. Ну не всегда может, но стояла. По крайней мере, сколько я видел, тут стояла вода. Какая тут глубина примерно? Я не знаю, брат. Но метра два-то, я думаю, будет. Если не выше. Да. Работа, конечно, тут просто объем большой. Все тут, тут сколько. Если бы вот в этом году не приезжали, он в утки летит. Тихонечко. В этом году, если бы на крещение приезжали, то считаю, с Беларуси двое приезжали. Потом Роман Малыш, вот он, который в Патеряйке хочет поселиться, он приезжал. Помогал тоже очень сильно пилить, да все. Местные помогали, Алексей Устинок, там другие братья тоже. Потом кто там, с Урала приезжал Владимир Галиндухин со своими детьми, с четырьмя ребятишками. Он, считай, тут тоже много работал. То есть работы много сделал. А я все время, это, первое время здесь был еще, когда мы второе время работали Никита, до приезда Игнатья Ивановича, Колесников, Виталий Калиников и я. Вот обладной канал делали. А потом Игнатьич приехал, я все время на кухне был, они же здесь все работали. Вставали, конечно, очень сильно. Я с ребятишками там был. Да. Воспитывал. Ну, красиво, конечно, тут. Ну, да, тут. Если вода наберется, тут будет. Для потерявки это необычное место. Лес, вода, утки будут здесь, наверное, плавать. Вообще, Игнать Иванович, хотел здесь, этот, как он называется, драйвайт, ну, короче, это ковш, который закидывает дальше на тросе и учерпывает. То есть углубляться. Рескаватор он хотел тоже так же попросить, но так делать, до этого не дошло. Насколько он смог сделать, настолько он не убил. Хотя Игнатьич, значит, ему предлагал, будет здесь, то, подольше поработать. Ну, торопился, по своим делам. Как у тебя вообще впечатление-то о пребывании здесь потерявки? Ну, здесь пребывание, непростое пребывание. Для человека любого, который здесь будет трудиться с Игнатьем Тихоновичем и с братьями, то сразу чувствуется, что не абы как бы работать, а нужно работать с ответственностью, старательно, без обмана, без лжи. И это своего рода такая проверка для каждого из нас. Кто ты такой? Что у тебя внутри? Оно сразу проявится. Если даже внешне не будет проявлений, то внутри ты поймешь, что в чем ты не такой. И в чем тебе нужно исправить себя самого. Польза большая, потому что не просто на словах это все происходит, а на деле. Мы трудились с Игнатьем Тихоновичем вместе, рука в руку. Я видел, как он трудится, как братья трудятся. И поэтому должен был соответствовать тому, что какие они, такой и я должен быть. А ты, брат, вот видел наши ролики, когда я свидетельствовал Виктора Савченко именно об общине, что значит быть в общине. Видел эти ролики у нас на канале? Ну... Во свете Библии. Может, у тебя есть какие-то мысли дополнить, что дает вообще община для человека? Вот так вот даже здесь ты временно побывал? Община – это взаимовыручка. Это помощь друг другу, это связь. Вот как пчелы, допустим, они не могут по отдельности жить, она погибнет просто-напросто. А вот рой – это как община. В общине распределены у каждого свои обязанности. Все помогают друг другу. Никто не уклоняется от работы. Тут, конечно, важно это, чтобы... Как и в любом обществе, у нас бывают и несогласия, и споры там возникают. Но цель одна – это спасение души. Для каждого в общине это первое-наперво. И спасение не только своей души, но и своего ближнего, который рядом находится. Семья, дети. И соседи, они тоже уже не чужие. Они и одна вера, один Бог. И одна цель, которая у каждого из нас, кто вообще не находится, одна цель – это войти в Царство Небесное. Быть со Христом. И вместе, вот я как живу отдельно там, в Кемеровской области, для меня есть сложности. В том плане, что бывает, что нет единомышленников, и некому как бы опереться на плечо. И бывает, что нужна поддержка. Потому что один, а есть один. Хотя, ну а община – это, в общем, она собрание воскресное, воскресенье собирается, люди молятся, приходят в храм, занятия. И так, в повседневной жизни. Ну, я думаю, что так и должно быть. Всегда община была. Всегда было собрание. Всегда это люди, испокон веков православные, они должны быть вместе. Разделения у нас не должно быть. Таких, которые делят, ты не православный, ты православный. И должно быть единомыслие. Едиными устами, единым сердцем славить и воспевать Господа Иисуса Христа. Аминь. Вот самое главное, что это должно быть у каждого из нас. Быть единомысленно. Разногласия могут быть. Как там дом поставить, где-то как бревно положить, может быть. Кто-то более опытный. Это в житейских вопросах. А вот по вере у нас должно быть полное единомыслие. Мы должны думать так же, как апостол Павел, как апостол Иоанн, как сам Господь Иисус Христос. То есть вера у нас должна быть христовой, евангельской, а не просто так вот. Поэтому тут и взаимопомощь в этом отношении. Более опытные в вере люди, они это как бы ведут за собой. Да не как бы, а так по-настоящему. То есть можно принимать опыты друг друга. Тут одни плюсы. Ну а ты вот и плюсы сказал. А есть ли какие-то минусы? То есть у нас что-то ты увидел, чтобы можно было бы нам работать тоже над собой. Ну конечно. Тут сам увидел и минусы. Ну то, что иногда братья ропщи на друг на друга. Бывает такое. Я думаю, что мы даже иногда плывя в такой благодати, что живя в общине, много даже как бы не понимаем, насколько нам Господь отдаровал это. То есть обилие какое. То есть ты со стороны, когда приезжаешь, ты лучше это видишь. Вот я с Урала, когда приезжал, я это лучше видел, чем я вот сейчас нахожусь в общине. Насколько Господь благодетельно, что окружил нас этими благами. Я сюда приехал даже не потому, чтобы вот, конечно, я знал, что я приеду, надо будет трудиться, работать. Тут какая-то нужна эта... Ну, руки мои... Я, конечно, хотел, чтобы мои руки пригодились. Ну и надеюсь, что они пригодились. Ну, самое главное, конечно, у меня общение с братьями, с Игнатихнычем, как он мой единомышленник. Мои мысли, я его читаю проповеди, слушаю и вникаю, стараюсь вникать в то, что он говорит. Смысл слов его, откуда он это берет. Я не могу, когда я приходил к Вере, не к Вере, а познакомился с Игнатием Тихоновичем, через книги, я стал изучать и рассматривать, как он это видит, те или иные вопросы Веры. И я уже не мог согласиться с ним, потому что аргументы были очень четкие, и никуда из этих рамок не вырваться. Я просто-напросто не мог идти против совести, сказать, что не так. То есть я с ним согласился, я это понял, в некоторых вопросах у меня были уже мысли такие же, как у него, поэтому мне было, в общем-то, легко войти в общину, приехать сюда. А тут общение с братьями. Тут я смотрю на них, они смотрят на меня, и мы друг от друга как бы дополняем. Учимся друг у друга, и где-то вот я вижу через них свои какие-то недостатки, свои там внутренние, там, может быть, у меня там возникают изъяны. Я уже знаю, что мне нужно исправить, как бы это. То есть на будущее я здесь получил такую подзарядку, неплохую. И плюс к тому же для здоровья. Труд очень хорошо действует для плоти. Она становится легкой, способной молиться. В общем, нету тяжести, присыщения там нету, лишний жир уходит. Ну, в общем, прекрасно все. Да, слава Богу. Ну, все. Пойдем туда. Поехали обратно.